Всем привет! Я Адриана. В одном из предыдущих выпусков я подробно рассказывала, что делать с фиалкой после покупки. А сегодня я хочу вам рассказать, как же ее размножить. В первую очередь самый простой способ это размножение листом. Какой же листик нам взять с фиалочки? Самые нижние нежелательно брать, так как они уже старые. И самые молодые тоже нежелательно, потому что мы можем повредить точку роста. Лучше всего брать из третьего-четвертого яруса. Ну, например, вот этот листочек прекрасно нам подойдет. Его немножечко наклоняем и выламываем. Почему не срезаем? Потому что пенечки, которые остаются на стволике, они начинают загнивать. Это прекрасное место, чтобы размножилась гниль. Нам это не нужно. Так, теперь аккуратно, чистым секатором срезаем под 45 градусов и ставим в воду. В воду можно бросить активированный уголь, чтобы вода не закисала. Как красиво. Точно уголь. Уголь. Воду в баночке не меняем, а только доливаем, так как здесь будет образовываться гормон роста, и корешки быстро появятся. Корешки появятся примерно через три недели. Все зависит от времени года, когда мы сорвали листочек. Если это в зимний период, укоренение будет длиться дольше. После появления корешков можно будет посадить в небольшой горшочек, примерно как стаканчик, для того, чтобы корешки быстро окутали земляной ком, и тогда уже можно будет посадить растение в горшочек. Цветение после такого размножения будет примерно через 8-9 месяцев. Следующий способ, мой любимый способ, это деление. Почему он мой любимый? Потому что мы получаем сразу взрослое растение, которое может уже через некоторое время зацвести. Буквально через 2 месяца мы увидим цветочки. Как определить, что фиалка готова к делению? Вот, допустим, на вот этом экземпляре мы видим 2 розеточки. Вот одна и вот вторая. Для чего нужно их разделить? Форма уже портится, то есть листочки борются за место подсолнышка. И визуально это, во-первых, некрасиво, и им уже здесь некомфортно, питания не хватает. Они просто мешают друг другу. Для того, чтобы достать из горшка, нужно хорошо пролить. Поднимаем листочки. Стараемся, чтобы вода не попадала на листики, иначе будут пятна. Так, теперь аккуратно наклоняем, немножко подбиваем горсочек. Если не выходит, помогаем себе лопаточкой. Отодвигаем грунт от стенок. Так, сворачиваем, стараемся не сломать листочки. Так. Угу. Вот уже весь горшок окутан корнями. Ну, конечно, два растения. Смотрите, корням уже явно тесно. Немножко потряхиваем. То, что упадет, упадет. Вот. Даже часть корней упала. И теперь мы можем увидеть здесь две розетки. Так, заводим туда секатор. И прямо смело, не боясь. Только берегите пальцы. Оп. Та-дам! И у нас два растения. Теперь нам нужно обработать место среза активированным углем. Чтобы никаких гнилей там не было. При помощи кисточки вот так наносим сюда уголь. Грунт берем готовый для фиалок. В него я немножко добавила просто для разрыхления вермикулит и перлит. Не забываем на дно горшка насыпать керамзит, либо кусочки пенопласта, для того, чтобы был дренаж. Так. Насыпали дренаж. Закрываем его грунтом. Так. И аккуратно укладываем корни. Внимательно следим за тем, чтобы корневую шейку не заглублять. Иначе фиалочка может сгнить. Насыпаем. И не засыпаем. Немножечко придавливаем грунт. Давили. Ну вот, у фиалки весь теперь новый дом. Поливаем. Помним о том, что фиалки любят умеренный полив. Перелив для них губителен, так же, как и пересыхание грунта. Первые недели 2-3 я не буду вносить никакие удобрения. Питания хватит из нового грунта. А потом начну потихоньку добавлять в воду комплексное удобрение для цветущих. Желательно, чтобы в нем было высокое содержание калия и фосфора. Это необходимо фиалке для цветения. Сегодня я вам рассказала о двух способах размножения фиалки. Как вы могли убедиться, это совершенно несложно и под силу даже начинающему цветоводу. Это и другие выпуски... Это и другие выпуски вы сможете посмотреть на сайте Мир Белогория. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok